Не справились с поставленными задачами. В Караганде расторгли договор с компанией Smartcard, оказывающей услуги по предоставлению электронной формы оплаты за проезд. Об этом, а также о том, что до апреля обновят в городе 64 автобуса, рассказал городоначальник на встрече с журналистами. Ирина Вобещевич продолжит тему. Ожидается, что автопарки обновят сразу 64 автобуса. Это произойдет до апреля, а первая партия автобусов производства с РРК «Автопром» поступит уже до конца января. У нас было на начало года 8 или 9 автопарков, из них трое закрылись. Ну, бизнес. Последний раз я встречался с автобусным парком Манас, насколько я помню. У них проблемы были, зарплаты. И вот мы сидели, разговаривали, у него работа ради работы. На сегодня выход маршрутов по автопаркам составляет 74%. Волна нареканий от жителей Майкудука привела к тому, что некоторые автобусы 53-го и 43-го маршрутов выезжали с Востока-3. Некоторые говорят, что ты там сам не ездишь. Я ездил, я смотрел. И просто не говорил об этом. Я просто так ездил. Было время, я утром приезжал. Мы к такому решению пришли, что утром в это время, мы первое время 43-й и 53-й запустили, посмотрели. Получается, 53-й не заполняется. Вот 43-й заполняется. И в это время хоть мы вот так вот точно как-то этот вопрос решили. Сейчас знаем, что попришахнусь, как теперь вопрос там. Аким города отметил, что карагандинским автопаркам не хватает субсидирования, хотя по меркам других городов мы стоим по этой статье расходов на четвертом месте после Алматы, столицы Шимкента. В год на это тратится из бюджета порядка 2,5-3 миллиардов тенге. Что касается электронной оплаты за проезд в автобусах, то власти города решили расторгнуть договор с корейской компанией ТО «Смарткарт». Мы ему уже все сказали. С этого года мы завершаем, он не может. Проблема в чем? То есть мы им поставили задачу какую-то. То есть мгновенная оплата. Ну, как и везде, да. Вы оплатили мгновенную посылку. У него через сутки поступает. Ну, как вы, вы едете в автобусе, деньги закончились, вы мгновенно должны его оплатить, да, а получите. Ну, этот вопрос он не может решить. Официальное уведомление об этом еще в конце года разослали автопаркам. Причина в ряде недоработок, одна из которых – неудобная форма пополнения карт, когда деньги поступают только через сутки. Напомним, в продаже с 15 сентября появились только карты общей для школьников. Пенсионных и социальных так и нет. Аким уверен, что на пассажирах, которые успели приобрести карты, оплаты смена компании никак не отразится. Это бизнес. И сейчас люди очень много таких компаний, которые изъявили желание. Мы сейчас посмотрим, подберем и пойдем дальше.